Вы помните, что Бог давал имена людям, вторые? Люди давали одно имя, а Бог давал второе. Например, кому? Авраам, да? Бог переименовал его. Сара. Сара еще? Иаков И? Израиль еще? Савл. Павел. А я вас спрашиваю, какое имя Бог дал Соломону? А? Соломону. Какое имя дал Господь? Идидия. Идидия. Я первый раз увидел это в Библии, я никогда не видел, так прочитал. И это было целое служение пророка, вы знаете. Когда он родился, в дверь стук, пришел Нафан, тот, который обличал Давида за грех его, пришел и говорит, Господь говорит, возлюбил его и нарек ему имя Идидия. Но у меня только вопрос возник, на который я не нашел ответа. Задаю всем. Я думаю, просто размышлять, а почему она не прижилась? Господь нарек, сказал так на Завете, а люди не стали употреблять. И мы даже вот и не знаем, и я не знал. Это очень интересно. Савла называем Павлом. Иакова, Израилем и так, и так. И Господь не имеет человеческое. Всех. А вот ему не прижилось это имя. Почему? Не знаю. Просто интересный вопрос, размышляйте об этом. Сегодня история, которую я хотел бы поделиться с вами, очень поучительная для меня была. История, это с 10 главы 2 книги Царств. Чуть-чуть раньше, чем я читаю по графику, просто остаются для себя. Записываю много мыслей в журнале, в котором веду. Ну, так случилось, что умер один человек, как бы и не родственник, и никто, Давиду. Но когда-то его отец оказал Давиду благодеяние какое-то. И вот этот отец умер. А Давид думает, ну, надо оказать благодеяние его сыну. Его отец мне когда-то добро сделал. Теперь я, говорит, доброе дело, сделаю это, его зовут Анон. Анон, есть Амнон близкое, а это Анон. И он посылает к нему людей. Приходят люди в чужое государство, в свое войско. Государство правильно все работает. В государстве поставлены войны, которые сразу смотрят за безопасностью своего государства. Все правильно, как и везде сейчас, любую границу не пересечешь просто так. Так, пришли они, нам нужно к царю, пожалуйста, проходите по былю у царя. И Давид говорит, ну, что бы сделать ему? Очень хорошо бы с ним в мире жить, какое бы добро ему сделать? Ну, вот эти люди там побыли и передали привет от Давида. Соболезнование, так сказать. В честь смерти его отца. И везде люди есть. А везде люди окружают людей. И так у этого царя окружали люди, советники его. Люди, которые любят советовать. И вы знаете, они умные были. Я поражаюсь их дипломатии. Библия учит дипломатии. Они ничего плохого не сказали этим людям от Давида пришедшим. Нет, нет. Они просто этому Анону задали вопросы. О, говорят, умно поставленные вопросы, они очень большие дела могут сделать. Давайте прочитаем эти вопросы, которые они задали. Третий стих, десятой главы, это вторая книга царств. Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Это вопрос, правда же, да? Они не настаивают. Они не говорят, я так думаю. Или это точно так. Не, нет. Дипломаты так никогда не сделают. Они просто говорят, ты подумай об этом. Может быть, это это. И следующий вопрос, который они задают. Не для того лишь, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе. Все, вопросы поставлены. Как бы человек в праве принимать эти вопросы, а в праве не принимать, правда же? Любой имеет право вопрос задать. О, вы знаете, братья и сестры, сколько в своей жизни я наслушался вопросов. Как верующие люди стараются хитро что-то сделать в жизни? Ну, я же имею право свое мнение высказать. Ну, а кто скажет, что не имеешь? Ну, имеешь право. О, а мы сейчас посмотрим. А это правильно, что они высказали эти вопросы? Итак, поставлены вопросы, которые заставляют сомневаться в том, что намерения Давида какие? Добрые. Очень интересно. Вроде вправе задать вопросы, но они ставят под сомнение намерение другого человека, который на самом деле с открытым сердцем хочет сделать добро. Обвинить в этом людей как бы нельзя. Они вопросы задали. Они ушли в сторону, руки умыли. Тебе же принимать решение. Амнон, тебе. Ты и думай. Мы вопросы вправе задать. Ну, посмотрите, что сделали эти вопросы. Вопросы подозрительности. Вопросы недоверия. Что они сделали? Что было бы, если бы этих вопросов не стояло? Если бы люди ориентировались на доброе, доверяли бы сразу доброму. Это трудно. Почему трудно? Пришли с другого государства люди. Обычно зачем воины ходят? Ну, конечно, вы смотрите, слабые места земли, чтобы потом, как разведка, да, сказать, а вот здесь слабые у них места, вот здесь незащищенные. Обычно так ходят с других государств. Это легко, нелегко поверить доброму. Вы знаете? Я вот в той ситуации смотрю, это правильно как бы в первую очередь верить недоброму. Вы знаете, мне кажется, вот так в жизни устроено. Почему-то доброе нам легко распространить о людях. А недоброе прям срывается. Недоверие. А еще особенно о мотивах каких-то. Все видно и ясно. Ты же видишь, что пришли с другого государства воины. Амнон, видишь? Вижу. Вывод какой? Как бы вывод логически напрашивается, что они как враги пришли. Сколько усилий нужно, чтобы заставить себя подумать о добром? Чтобы сказать, нет, наверное, это не так. Давай все-таки попытаемся сначала подумать и сделать так, чтобы довериться этому человеку. О, сколько усилий для этого надо. Как зло легко срывается с уст. Как эти вопросы хитро поставленные, они могут обставить дело так. Но что было бы, если бы эти люди не задали эти вопросов? Вы только подумайте, каких благословений лишился Амнон? Вы подумайте, у него был бы сосед Давид, у которого войско сильнейшее, с которым Господь. если бы у него беда случилась когда-то, он бы Давиду только сказал, Давид, пожалуйста, он бы пришел. Его государство процветало бы. Он был бы полностью защищенный. Вы же помните дух Давида, да? Его дух защитника, когда он защищал навала, вот этих овец его, хотя ничего туда не получил. Его дух защищать, Давида. Он бы расцвел, этот царь. Я когда размышляю об этом, ой-ой-ой. Как два вопроса только поставленные, все сделали наоборот свое дело. Вопросы поставленные. Люди руки умыли. Действительно, царю принимать решение, действительно, ну вы знаете, страдали все. Пострадали все. Иногда кажется нам, что мы зададим вопросы, или пустим тень, или неплохую информацию, выданье вперед. И кажется нам, что мы отойдем в сторону. Вы знаете, чему учит эта интересная история? Я еще чуть-чуть дальше о ней скажу. Мне надо так нравиться. Когда люди ставят неправильные вопросы и делают подозрения, они начинают жить в страхе. Что делают следующие моменты? Вот этот царь, мне хочется Амнон сказать, Аннон, он начинает суетиться. Раз он обесчестил людей Давида, он понимает, будет обратная реакция Давида. И тогда он начинает быстро суетиться, сирийские войска призывать. Он знает, что ему против Давида не пойти. Заключает договор. Пожалуйста, помогите мне. Там 20 тысяч, там 20 тысяч, там 10 тысяч. Далее. Братья и сестры, как эта история учит. Как только произошло в сердце лукавые подозрения, недоверие, все, мир теряется в нашем сердце. Суета приходит. Мы начинаем обставлять это дело чем-то. Эта беда пришла в его жизнь. И если он был до этого времени спокоен, он потерял всякий покой. Ему же надо теперь защищаться от его дела. Дело было, казалось, организовано отлично. Он позвал себе защитников сириян. И они так хитро сделали войну эту, что когда пришли, Иав, Давида пришел, он понял, что как будто бы им должно проиграть. Потому что он пришел, когда с войском своим эти двух сторон стоят. Здесь сирийцы стоят, а здесь вот эти аммонитяне, правильно я говорю, да? Аммонитяне стоят. Ему надо между двух бороться. Это трудная ситуация. Каждый, кто представляет себе войну трудную. Хорошо, когда враг впереди, но не сзади. Тогда он договаривается, Иав, что они разделятся со своим войском на двоих и говорит, что когда, если ты увидишь, будешь бороться против сирийцев, что они одолевают, скажи нам, дай знать, мы на помощь тебе придем. Мне нравятся так слова Иава в 12 стихе. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, и Господь сделает, что ему угодно. Вот удивительно. Люди уповают на Бога в этой ситуации. Их обесчестили. Их посмеяли, их людей, да, Давидовых людей. Им, помните, бороды обрили. Это считалось, в Израиле такое унижение, одежды обрезали там, вот, сейчас модно в коротких одеждах ходить. Это стыд был страшный. Обесчестили людей. И эти люди, которых сейчас обесчестили, они говорят, будем уповать на Бога, будем в Боге. Что Господь допустит, то допустит. И вы знаете, а что допустилось? Казалось, победа, все правильно. Эти аммонитяне, они увидели, что такое дело, израильтяне побеждают, и они как бы побежали в свой город. Но у этих сил было мало. Они не могли на два фронта работать. И тогда они стали бежать за сирийцами. Там Давид помощь прислал. И они победили сирийцев. И казалось, со стороны вот этого аммона, ну все правильно. Они нас не победили. Как будто бы и Бог с нами. Вы знаете, это очень интересно. Они же победили тех, а мы-то целые остались. Они нам ничего не смогли сделать. Выглядит вроде бы, вы знаете, все правильно, хорошо. Мы нормально себя чувствуем. Но у Бога есть время. У Бога есть время, в которое Он дает право людям действовать, как они хотят. Но придет время, когда Он положит свою черту, или свой жезл, или свое время положит и так далее. Они чувствовали себя спокойно. И казалось, могло быть что-то забыто. Но проходит один год. И у царей какие-то там правила были, я не знаю, они выходили на войну друг с другом. Зачем? Что там? Отрабатывали военные учения. Были, видимо. Так же, как все делают. Я помню эти все учения, когда в армии был. И делают большие всякие государства и так далее. Через год Давид пришел и поразил Амонитян. Очень интересная история. Очень интересная история. До поры, до времени ты можешь оставаться безнаказанным. Ты можешь даже думать, что Бог на твоей стороне, когда ты говоришь или действуешь неправильно. Но придет время, когда, если ты делаешь неправильно, поражение придет. Вы знаете, меня так многому эта история научила. Я, когда читал ее, просто, можно сказать, что слезами обливался. Первое. Так трудно, лично мне, я не знаю, как вам. Вот любое событие, которое я вижу, в первую очередь об этом человеке, который ты видишь, сказать доброе. Или настроить себя на доброе. Или попытаться его действия как-то оправдать. Для себя, для себя. Преподнести с хорошей стороны. Потому что ты видишь, ну кажется явно, что это неправильно. Эта история учит. Можешь думать. Не торопись говорить. Не торопись говорить. Старайся подумать о лучшем. Настрой себя на лучшее. Попробуй себе задать другой тон. Ведь когда делаешь лучшее, ты можешь благословение получить. А если идешь худшим путем, то Господь-то не с тобой. Вот в чем дело. И он потерял так много благословения. Второе. Чему учит эта история? Не быть хитрым, лукавым. Руки умыть. Ну я ж только вопрос задал. А вы думаете, а человек настроенный остался, другой. Но окружить себя теми людьми, которые будут тебя правильно настраивать, к доброму настраивать. Вы замечали, наверное, люди к нам сами, или мы к людям липнем прям, когда хотим плохой вести поделиться. Вы замечали это? Вот прям вот как вот это, когда вешают фонарик на этом, когда против бабочек вечером, да, чтобы они сгорали. И они прям туда вот летят. И мне кажется, когда вот нам хочется поделиться плохим чем-то от других, вот как будто все само вот и липнет к нам. Но. Это история учит. Не делай так. Не окружай людей вокруг тебя заразной вестью, плохой вестью. Подумай лучше, чтобы передать доброе. Подумай, чтобы передать другому человеку хорошее настроение об этом человеке. не делай это хитро. Эти люди дипломаты. Библия не учит нас быть дипломатами. Библия учит нас быть простодушными. Библия говорит, хранит Господь простодушный. Я думаю, что каждый из вас убеждался в этом жизни. Если вы остаетесь простодушными, бесхитростными, вы получите благословение, как здесь написано. Яв говорит, мы будем стоять твердо, а Господь сделает, что Ему угодно. Что сделал Господь, что Ему угодно? Победу послал. Я когда-то столкнулся с учениками Библейского института, там первый на Дальнем Востоке был набран. Для меня так интересно было. Встретились мы через какое-то время, почти год они отучились, два года должны были учиться. У них все по-другому, и традиции ломать надо, и так далее. Это естественно у молодых происходит. На подъеме все кажется, весь мир перевернем. Они мне задают такой вопрос. Я был у них в колледже. Дядя Игорь, а вы церковной дипломатией пользуетесь? Я говорю, а что это такое? Ну это как раз вот, когда надо просчитывать, этот может подумать так, а ты сделай так, или скажи так, чтобы вышло по-твоему, в итоге, короче говоря, вот эти вот вещи думать. В Библии написано, вы знаете о дипломатии, что двое царей, когда сядут совещаться, они думают, что они друг друга обхитрят. Это глупость. У них зло на сердце у каждого, то есть свое сделать. Тот думает, я обхитрую этого, сделаю свое. А тот думает, я тебя обхитрую, сделаю свое. У божьих людей так не должно быть. Мы должны быть простодушными, открытыми друг для друга. Так здесь случилось. Эти люди были дипломатами, поэтому они хитро настроили этого человека, настроили, чтобы потерять свое благословение, которое вот на ладошке лежало, братья и сестры. На следующий день он мог быть великим царем, потому что он сосед Давида, благословенного божьего человека. И он потерял это все на следующий же день. Эта история учит меня, что если мы живем непростодушно, недоверчиво, лукавые, вот какие-то дела вокруг себя делаем, мы же покой потеряем. Как этот человек? Зачем это нам надо? Как хорошо доверять людям и быть в покое? А Господь, как он здесь говорит, сделает все равно, что ему угодно, правда же? Как хорошо в Боге успокоиться, как этот Иав говорит, будем стоять твердо за народ наш, за Бога, а он сделает, что ему надо. Как хорошо свой покой положить в Боге? И тогда все хорошо. И тогда Господь сделает то, что ему надо. И последнее. Если мы будем оказывать плохое влияние на других людей, сплетнили, свои догадки, предположения, домыслы какие-то, братья и сестры, мы будем поражены. Я из этой истории вижу, что какое-то время нам покажется, что мы сумели выплатить из этой ситуации. Какое-то время. Какое-то время нам последствия не придут и нам покажется, вроде мы и правы тута. Господь бдит над твоим словом, чтобы оно исполнилось. Вы помните, когда-то он Давиду сказал страшные слова. Я наблюдаю за законом сеяния и жатвы. Ты сделал это, говорит, против жены Урия. А что, говорит Господь, сделаю я? Вы не помните? Твоих жен обесчестят. Ты против одной женщины грех сделал. Против твоих десяти сделают зло тебе. И так и случилось. Господь бдит, чтобы вывести правильную ситуацию, чтобы научить людей. Но это плохая ситуация. Знаете, я хотел бы просто делясь с вами, помолиться об этом, чтобы всех нас Господь дал милость жить в мире, в благословении Господнем. Намеков плохих не делать друг на друга. Жить в Божьей простоте. И Господь сделает то, что ему надо. Лучше доверять друг другу и жить в радости и Божьей любви. Аминь. Помолимся. Слушай и назидайся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова